МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Северный флот. Мотовский залив. 26 августа 1975 года. Атомная подводная лодка 671-го проекта выходит на боевое задание. На мостике обычный состав. Я вактный офицер, помощник командира и сигнальщик. Через некоторое время сигнальщик докладывает. Справа 45 градусов самолет. Смотрю, предмет, который он обозвал самолетом, не перемещается. Через минуту стало ясно. Ни с чем подобным моряки до сих пор не встречались. Сенсационные факты и свидетельства российских военных моряков в фильме НЛО «Уход под водой». Неопознанные летающие объекты появляются в районах сосредоточения сил как нашего флота, так и сил флота иностранных государств. У американцев подобные директивы есть, и подобный учет есть, и подобные наблюдения анализируются, и эти наблюдения секретятся. Я прочитал эти донесения, и за три часа из обычного человека трансформировался в уфолога. Все непонятное вызывает в нас жгучий интерес и одновременно тревогу. Ведь неизвестность может таить в себе угрозу. Беспокойство испытывают не только отдельные люди, но и правительство. Особенно если феномен глобальный, такой, как неопознанные летающие объекты. Предмет был необычной формы, типа перевернутого парашюта. Он весь светился и на фоне темного неба просматривался отчетливо. Свечение было кольцами. Наиболее яркое свечение происходило от нижнего кольца, белый такой свет интенсивный, потом кольцо лунного света, потом красноватого, розового такого света, потом темно-красного. Над куполом четко просматривался треугольный огонь такого фосфорического цвета. Вдруг этот НЛО начал перемещаться в нашем направлении. Через некоторое время из нижней части у него вытянулся луч, такой, как прожектор, в сторону вот того корабля, который шел впереди. Это была не первая, не последняя встреча наших подводников с таинственными объектами. Так, в 1964 году, при ночном всплытии в Атлантике, советская атомная подлодка обнаружила в небе рядом с собой большой, длиной около 250 метров, сигарообразный объект. Он перемещался абсолютно бесшумно. Что это? Патрульный дирижабль береговой охраны США? Командир приказал готовиться к срочному погружению. И тут из днища объекта ударили три ярких луча. Стало понятно, что это никакой не дирижабль. Отсутствовали гондола, какие бы то ни было рули. Далее произошло и вовсе неожиданное. Не выключая своих прожекторов, объект стал медленно опускаться и скрылся под водой. Гидролокаторы лодки зафиксировали в этот момент краткий шипящий звук. Такая информация до меня доходила о том, что кто-то видел где-то какой-то летающий объект, который перемещался очень как-то необъяснимо, который исчезал, появлялся и так далее. Таких докладов становилось больше, больше и больше, понимаете? И уже просто от них отмахнуться, грубо говоря, было нельзя. Через 10 секунд примерно второй луч в сторону корабля, который шел справа борта. Эти лучи, в общем-то, так они оставались некоторое время и потом погасли. Но этот предмет, он начал приближаться к подводной лодке. И завис буквально на подводной лодке. Я уже не видел полос, а видел только темную часть нижнюю, где не просматривалось ничего светящегося. Через некоторое время, там где-то около одной минуты, он снова начал удаляться в том же направлении, откуда появился. Снова появились его полосы, к той же последовательности, как я перечислил. И он стал удаляться, удаляться и скрылся в облаках. Размеры его в диаметре где-то от 8 до 15 метров, вот в этих пределах. Но это точно, поскольку он был довольно близко от подводной лодки, и я его края, так сказать, фиксировал. Встречи с таинственными объектами беспокоят военных моряков, оно и понятно. Ведь под угрозой не только выполнение боевой задачи, но и безопасность людей. Электромагнитные поля в районе неопознанного летающего объекта резко увеличиваются. То есть сам уровень электромагнитного поля повышается в нескольких десятков раз, что качественно влияло на состояние радиоэлектронной аппаратуры на судах. Зачастую при приближении НЛО аппаратура на боевых кораблях попросту переставала работать. Эта аппаратура запиралась фактически, ну это наш термин, такой чисто инженерный, запиралась. То есть она переставала реагировать по своему назначению. С одним нашим кораблем в районе, южнее Бермудского архипелага, на 11 минут выключилась вся электронная аппаратура. Даже не только электронная, а связанная вообще с магнитными компасами. Магнитные компасы, часы. Вся аппаратура приостановила свою работу. Донесения о подобных случаях то и дело ложились на стол начальника разведки военно-морского флота СССР, вице-адмирала Юрия Иванова. С этой информацией надо было что-то делать. И в 1976 году он приглашает к себе ученого, бывшего военного подводника, научного руководителя экспедиции на исследовательской подводной лодке «Северянка» Владимира Ажажу. Иванов вывалил мне несколько томов донесений о наблюдении неопознанных летающих объектов на флотах и флотилиях. Я прочитал эти донесения и за три часа из обычного человека трансформировался в уфолога. Я понял, что это серьезно и это требует глубоких фундаментальных научных исследований. Совершенно фантастически наблюдались явления, которые, к сожалению, не всегда были возможно ни сфотографировать, ни зарегистрировать аппаратурой. В этих донесениях была целая уфологическая мистерия. Сообщалось о том, что на глазах экипажей и большого количества наблюдателей из-под воды вылетали светящиеся сферы в несколько метров диаметра в размере. Геометрические вот эти объекты, они совершенно разной формы. Причем могут на глазах менять не только диаметры, но и размеры, вытягиваясь в удлиненную какую-то широкую линию или эллипс, круг, шар, сферу, вплоть до треугольной диаметрии. Чего стоят только одни донесения начальника разведки Тихоокеанского флота, контр-адмирала Владимира Домысловского, которого я знал лично. Он неоднократно докладывал о зависании в отдаленных акваториях Тихого океана гигантского цилиндра над водой, длиной в несколько сот метров, как бы металлического серебристого тела, из одного конца которого, как пчелы из улья, вылетали мелкие, неопознанные летающие объекты, летающие тарелки, заныривали под воду, затем выныривали обратно, вновь залетали в этот самый цилиндр, и так многократно совершив свои циклы, загружали с него, и цилиндр уходил за горизонт. Создавалось впечатление, что цилиндр играл роль базы, такой матки, что ли, которая доставлял более мелкие, неопознанные летающие объекты вот в это самое околоземное пространство. Поражали и другие особенности неопознанных объектов. Часто они, прекрасно наблюдаемые даже без оптики, были абсолютно невидимы для радиолокаторов. Отраженного луча мы не получали. И у нас возникло впечатление, что поле, которым окружен этот неопознанный летающий объект, оно поглощает электромагнитное излучение и не дает отраженного луча. Военно-морскую разведку таинственные объекты беспокоят и тревожат. Они весьма напоминают разведывательные или поражающие объекты противника. Нередко они вплотную подходят к нашим боевым кораблям. Были донесения о том, что командиры подводных лодок были вынуждены уклоняться, маневрировать от неопознанных подводных целей. Был момент, когда подводная лодка Тихоокеанская попала в клещи, была вынуждена всплыть, и тогда шесть неопознанных летающих объектов, которые окружали подводную лодку, они вылетели из-под воды и ушли за горизонт. То есть для этих объектов вода, как среда, они так же легко себя в ней чувствуют, как в гидросфере, как в атмосфере и, видимо, как в стратосфере. Возможности неопознанных объектов порой вызывают недоумение. Одно из характерных донесений пришло из района Курильских островов. 10 сентября 1972 года команда крейсера «Варяг» с удивлением наблюдала за неопознанным летающим шарообразным объектом, который на большой скорости погрузился в Тихий океан, не подняв при этом даже малейших брызг. Препятствием для странных объектов не является и многометровый лед. Так, во время военно-морских маневров «Дипфриз» в Северной Атлантике, огромный серебристый шар, пробив трехметровый слой льда, вылетел рядом с канадским ледоколом. Одним из свидетелей происшествия был известный полярный исследователь Рубин Свилелло. По его прикидкам, шар был не менее 11 метров в диаметре, а громадные глыбы льда взлетели на высоту семиэтажного дома. Вода в полыне буквально кипела. Пытались объяснить подобные наблюдения запусками ракет с подводных лодок, но профессионалы отвергают такие предположения. Ни один командир не будет рисковать и выстреливать ракеты так, чтобы они пробивали лед. Любая ракета, которая будет выпущена с глубины под толстым ледом, она обязательно деформируется. Поэтому командир всплывает, находит полынью, где имеется тонкий лед, взламывает корпусом и рубкой этот лед и производит запуск ракет в намеченные точки, для того, чтобы достичь поставления земли. И американцы, и в том числе и мы, осуществляли пуски из района Северного Ледовитого океана. Но ни один пуск не производился из-подо льда. Все пуски производились с надводного старта и с полынью. Даже в битом льду и вообще применение какого-либо ракетного оружия невозможно. А кроме того, вылеты неизвестных объектов из-подо льда иногда наблюдаются во внутренних водоемах, где никаких подводных лодок в принципе быть не может. Например, на озере Байкал, во внутренних озерах Швеции, на севере России. В районе озера на Кольском полуострове было обнаружено полынья диаметром 5-7 метров, которая имела оплавленные края и причем совершенно круглую форму. Трудно сказать, то ли объект садился на лед, то ли объект выходил из-подо льда. Но, во всяком случае, толщина льда там составляла около метра. Свидетелей самой посадки или же выхода из-под воды не было. был только факт, который связан явно и повышенный электромагнитным полем в районе этой полыньи и вот такими очень четкими геометрическими параметрами. Надо было разобраться вот в этой ситуации для военных практически, для науки, которой НЛО бросали вызов вот своим поведением, своим нарушениям известных нам научных законов, бросали вызов, требовалось фундаментальное исследование. И эти исследования были начаты. В наше управление главного штаба военно-морского флота поступала информация о том, что американцы уделяют очень большое внимание фактам обнаружения неопознанных летающих объектов. Еще в сентябре 1951 года Пентагоном была выпущена инструкция, которая регламентировала поведение военных в случае обнаружения неопознанных летающих объектов. Она предписывала немедленно доносить по военным каналам связи о появлении неизвестных подводных лодок, военных кораблей, НЛО и самолетов. В марте 1954 года директива была переиздана. Теперь подводные НЛО в ней были выделены особо. Данные обо всех неизвестных объектах, включая подводные НЛО, должны передаваться как сообщения первостепенной важности. В разведуправление военно-морского флота СССР тоже поступали сведения о таинственных объектах. Но это были разрозненные и случайные сообщения, которые не позволяли составить цельную картину. Было решено организовать систематический сбор информации о проявлениях НЛО над акваториями и в морских глубинах. В 1976 году по заказу главного штаба военно-морского флота этим занялась океанографическая комиссия Академии наук СССР. Через год мы первый этап этой темы могли передать разведывательному управлению военно-морского флота, сопроводив анализ ситуации разработкой практической инструкции по наблюдению НЛО с кораблей и судов. Инструкция появилась, но внедрять ее в военно-морском флоте не торопились. Оказалось, что для этого нужно было иметь определенное мужество. Потому что сам сюжет, что флот внедряет инструкцию по наблюдению за летающими тарелками, он как-то не ввязался с общей политической концепцией, с политическим взглядом вот на эту проблему. Несмотря на огромное количество сообщений и документальных свидетельств о разумном поведении многих неопознанных летающих объектов, наука продолжала упорно отрицать реальность этого феномена. Она не могла объяснить его, не позволял идеологический базис. Любые попытки разобраться с этими явлениями пресекались в корне. Ученые, рискнувшие обнародовать свой интерес к НЛО, подвергались гонениям и угрозам, обвинялись в дилетантизме и профанации науки. Не лучшее дело обстояло и в военно-морском флоте. И все-таки, несмотря на гнетущую обстановку, инструкцию по сбору информации по неопознанным летающим и подводным объектам удалось внедрить. Правда, сначала лишь на Северном флоте. И только благодаря решительности и даже дерзости нового командующего флотом адмирала Чернавина. Я не буду останавливаться на коллизиях, которые возникли у Владимира Чернавина, командующего Северным флотом, между им и политическими органами, которые усматривали в уфологии тогда, увлечения какими-то мистическими науками, даже пришивали, что это все буржуазные идеологии и так далее. Их интересовали другие совершенно нежизненные аспекты. Приехал на флот главком ВМФ адмирал флота Советского Союза Горшков с плановой там какой-то своей задачей. И с ним приехал представитель главного штаба, и в том числе приехал Гришанов адмирал. И за обедом, как всегда, пошли всякие разговоры, в том числе вот о всяких вот этих НЛО, вот этих всяких неопознанных явлениях. И, значит, Гришанов со свойственной ему большевистской прямотой принципиальностью говорит, что, значит, все это ерунда, выдумывают там все и так далее. А я возьми, да, не к месту и скажи, что, ну, почему же, если следовать нашей философии марксистско-ленинской, что мир безбрежен, бесконечен, без начала и без конца, то нельзя, наверное, исключить, что где-то находится такая же, допустим, планета, как наша Земля, ну, с другим, может быть, уровнем развития, с меньшим или большим. А Гришанов мне говорит, а вы действительно в это верите? Я говорю, я действительно в это верю, потому что я верю нашей марксистско-ленинской философии. А он говорит, этому самому Горшкову, говорит, Сергей Георгиевич, ну, тогда нам вообще здесь делать нечего на Северном флоте, если командующий вот такие исповедует мировоззрение, понимаете? И все-таки инструкция по наблюдению за неопознанными летающими объектами была разослана по боевым кораблям и войсковым частям Северного флота. Она была, значит, разработана и для дежурно-вахтенной службы, то есть при стоянке, допустим, кораблей в базе, значит, на тот случай, что дежурный по кораблю должен все это дело был фиксировать там, те или иные явления. Ну и в море то же самое. Мне кажется, что мы поступили правильно в каком отношении. Мы издали директиву, по-моему, в октябре 1977 года, издали директиву по флоту, где предписывалось, чтобы о каждом таком явлении было бы соответствующее донесение в штаб военно-морского флота. И мне кажется, это очень правильно, значит, поступили и мы в этом отношении, и те же наши, так сказать, в то время вероятные противники, потому что у американцев подобные директивы есть, и подобный учет есть, и подобные наблюдения анализируются, и эти наблюдения секретятся, и информация эта не распространяется. Рубиком был перейден, и какое-то исследование неопознанных летающих объектов в нашей стране началось. Но одно дело Северный флот, и совсем другое – весь военно-морской флот СССР. Может быть, инструкция во всех флотах так и не была бы внедрена, да помог случай. Вдруг 7 октября 1977 года у меня в квартире, дома, раздался телефонный звонок, и меня пригласили к адмиралу флота Николаю Ивановичу Смирнову. Он говорит, давайте перейдем к делу. И по громкоговорящей связи селекторной связался с оперативным дежурным Северного флота. Дежурный докладывал, что рано утром 7 октября плавбаза подводных лодок «Волга», находящаяся в Баренцевом море в удалении 200 миль от берега, подверглась облету 9 неопознанных летающих объектов размером примерно с вертолет, которые являли собой как бы металлические диски. Они над этой «Волгой» учинили хоровод и 18 минут маневрировали. Командир плавбазы «Волга» капитан 3-го ранга Таранкин безуспешно пытался связаться по радио с главной базой Северного флота Североморском, но не было прохождения радиосвязи ни на прием, ни на передачу. Тогда по внутрикорабельной громкоговорящей связи Таранкин дал совершенно необычную команду по всему личному составу, всем запоминайте, зарисовывайте, фотографируйте, чтобы когда вернемся в базу, никто не сказал, что ваш командир спятил с ума. Вот такая была нестандартная команда. Как только НЛО улетели, возобновилась радиосвязь, пошла радиограмма в Североморск, через час прилетел самолет-разведчик, но инцидент был уже исчерпан, разведывать было нечего. И вот тогда при мне Смирнов дал команду заместителю начальника главного штаба, вице-адмиралу Петру Навойцеву, команду внедрить эту инструкцию по флотам и флотилиям. И сказал, зайдете ко мне и текст заберете у меня. Введение инструкции сопровождалось многочисленными оговорками и реверансами. Уж слишком необычными были объекты, за которыми нужно было организовать наблюдение. Тогда боялись, как ладана, названия не только летающей тарелки, вот такого термина, даже неопознанные летающие объекты. И все это драпировалось с туманным названием «аномальные явления». И инструкция, насколько мне не изменяет память, называлась таким образом «Методические указания по организации наблюдения в военно-морском флоте физических аномальных явлений и их воздействия на окружающую среду, живую силу и технику». В методических указаниях были обобщены многочисленные сведения о наблюдениях неопознанных летающих объектов. Приводились характерные формы объектов и характеристики их движения, в том числе и способность перехода из воздушной среды в водную и обратную. Там были прямо прописаны время, район, с какого по какое, какие события, чем они характеризовались, все, что можно было написать. И такие, значит, стали поступать такие данные. Военные разведчики получали информацию не только из своих частей, но и от гражданских судов. Информация, которая ко мне поступила от одного рыболовного траулера, вернее, он даже не траулер, он транспортный рефрижератор, это большое судно, 20 тысяч тонн водоизмещения, остров Беринга. Они на подходе к Кубе, опять же, в районе Болганских островов, видели над собой вот этот неопознанных летающий объект, который всячески маневрировал над судном, уходил по курсу вперед, возвращался, снижался, поднимался. Короче, народ высыпал, вся команда высыпала. Напала бы, начали, им было это очень интересно, впервые увидеть живыми глазами у меня под летающий объект. Яркого цвета. Потом он на фоне тут сливался, менял окраску, менял геометрию свою, превращался в треугольное тело. Умный, разумный капитан, очень интеллигентный человек, творческий, Георгий Семенович Баранов, всем сказал, давайте-ка быстро у кого-то фотоаппараты, у кого-то бинокли, там нашлось несколько художников, которые так шикарно отобразили этот объект, причем в разных его ракурсах, что получилась лучшая фотография. И эти вот зарисовки с их описаниями, с конкретными, были посланы в Москву и явились очень большим ценным материалом для дальнейших разработок. Для анализа поступающей информации в главном штабе военно-морского флота создана специальная аналитическая группа, которую возглавил заместитель главнокомандующего военно-морского флота адмирал флота Смирнов. Под его эгидой была создана группа, куда были приглашены офицеры нашего управления, офицеры научно-технического комитета, ученые научно-сельских институтов, которые занимались анализом всей этой информации. Для того, чтобы эту информацию всю переварить, отсеять, отфильтровать, в главном штабе военно-морского флота была создана специальная группа, работа которой носила конфиденциальный характер. И информация еженедельно докладывалась заместитель главнокомандующего военно-морского флота. Обобщенные сведения докладывались в главной разведывательной управлении. Одновременно по заказу главного штаба военно-морского флота в океанографической комиссии Академии наук СССР продолжается работа над темой гидросферный аспект проблемы НЛО. Одна из целей этой работы – выявление мест возможного подводного базирования неопознанных летающих объектов. Март 1966 года. Восточное побережье Соединенных Штатов. Военные ученые проводят испытания аппаратуры дальней подводной связи. Далеко в Атлантическом океане находится научное судно, которое принимает излученные с побережья сигналы. И вдруг начинается что-то непонятное. К своим сигналам начали примешиваться чужие, похожие, но видоизмененные. Анализ показал – это не эхо. Не повторение первичного сигнала, а закодированная передача на непонятном и неизвестном языке. Засекли источник загадочных сигналов. Он оказался на глубине 8 километров в одном из самых глубоких мест Атлантики. Складывалось впечатление, признавались участники эксперимента, что кто-то там в глубине принимал наш сигнал, имитировал его с целью привлечь наше внимание, а потом на этой же волне начинал передавать свои сообщения. В 60-е годы расшифровать сигналы не удалось. Но через 30 лет попытку повторили на сверхмощных компьютерах Пентагона. О результатах не сообщалось. Зато вскоре американцы заметно активизировали работы по дальней подводной связи и исследованию дна в том самом районе Атлантики. Надо сказать, это не первый случай получения загадочных посланий. Еще в октябре 1928 года с такой же ситуацией столкнулись инженеры и физики голландской фирмы «Филлипс». Во время испытаний спасательного радиомаяка их потрясло то, что сигналы иногда возвращались к ним с запозданием на несколько минут и даже суток. Это не поддавалось никаким объяснениям. Великий изобретатель Никола Тесла тогда предположил, «Таким путем нас передразнивают представители инопланетных цивилизаций, чтобы мы, наконец, отказались от бредовой идеи вселенского одиночества». Так что же произошло в 1966 году? Какие разумные существа подавали сигналы из глубин океана? Может, это хозяева таинственных объектов, которые то и дело приближаются к глубоководным батискафам? Очевидцем двух таких событий стал знаменитый исследователь морских глубин Жак Пикар. Одно произошло 15 ноября 1959 года. Жак Пикар вместе с американским офицером Доном Уолшем погружался даже в самое глубокое место мирового океана, в Марианскую впадину. И вот во время этого исторического погружения на глубине полутора километров была сделана запись в вахтенном журнале «Батискафа», что виден в иллюминаторе большой дископодобный предмет с огнями по периметру. Такая запись есть. Так что, может быть, и здесь вот это рискованное предприятие человечества, достижение максимальной глубины, проходило под колпаком неопознанных летающих объектов. В более драматичной ситуации оказались советские океанологи. Это произошло у берегов Южной Америки 1 сентября 1968 года. В этот день с научно-исследовательского корабля «Академик Курчатов» на толстых стальных тросах ученые опускали за борт приборы и устройства для исследовательских целей. Неожиданно, на глубине полкилометра, трос повело в сторону, словно кто-то его потянул. И вдруг он обвис. Прибор сорвался. Через минуту оборвались еще два троса, но уже у других приборов. Обрыв сразу трех стальных тросов. За 20 лет плавания и такого не случалось ни разу. Когда оборванные тросы подняли на палубу, стало ясно. Кто-то как будто перепилил тросы огромным напильником. Кто это мог сделать? Кому понадобились уникальные научные приборы? Ответа океанологи не нашли. И это не единичный случай. Не менее странная история произошла в апреле 1995 года с американской беспилотной платформой. Лишь через два года США рискнули обнародовать сенсационные подробности ее погружения в уже знакомую нам Марианскую впадину. Снабженная мощными прожекторами, сверхчувствительными телекамерами и микрофонами, платформа погружалась в океан на стальных тросах. Несколько часов прошли без происшествий. И вдруг произошло нечто непонятное. На экранах телевизионных мониторов в свете прожекторов стали мелькать силуэты странных больших тел. А вскоре микрофоны начали транслировать, скрежет железо и глухие удары. Платформу срочно подняли на поверхность. И что же? Мощные конструкции, обеспечивающие жесткость, оказались погнутыми, остальной трос толщиной в 2 сантиметра на половину диаметра был перепилен. Еще немного, и платформа навсегда осталась бы на дне океана. Что за объекты пытались овладеть научным оборудованием? Поведение их было не хаотичное, не какое-то там стихийное. Это были разумные экзерсисы, разумная деятельность, которая показывала, что мы сталкиваемся с каким-то неизвестным нам разумом. Вряд ли это были случайные встречи. Скорее всего, хозяева океана подходили к батискафам и спускаемой аппаратуре специально. Но зачем им понадобилось столь явно демонстрировать свое присутствие на такой огромной глубине? И нет ли прямой связи между ними и неопознанными летающими объектами? По нашей статистике, из тысячи собранных случаев аномальных явлений в гидросфере 50% составляют случаи, которые можно отнести к наблюдениям и контактам как с НЛО над акваториями, так и с подводными объектами, которые просматриваются непосредственно под водой. 15% составляют такие же контакты над реками и озерами. Неопознанные летающие объекты явно тяготеют к водной стихии. И, похоже, для них не имеет большого значения океанские летобездны или внутренние водоемы. Кладога – это очень интересное место. Таким же очень интересным местом является Байкал. Причем я даже четко могу сказать, это вот срединная часть Байкала, его восточная часть, там, где полуостров известный, имеется. На километровых глубинах Байкала ученые не раз наблюдали свечения, напоминавшие лучи прожекторов, вспышки, похожие на электросварку. Местные жители не раз видели вылет из-под воды и из-подо льда непонятных объектов, а над водой – яркие светящиеся диски и серебристые цилиндры. В 80-е годы НЛО-амфибии особенно часто наблюдались в северных морях СССР. Только в 80-м, 81-м годах жители Кольского полуострова видели вылет таких объектов из моря не менее 36 раз. Неопознанные летающие объекты появляются в районах сосредоточения сил как нашего флота, так и сил флота иностранных государств. В частности, в периоды проведения крупных учений Соединенных Штатов в районе восточной побережья, в южной части восточной побережья США, Багамских островов, Бермудских островов, в районе острова Пуэрто-Рико. Во всяком случае, частота их появления значительно выше, чем в некоторых других участках Атлантического и Тихого океана. Именно в этих районах, считают некоторые исследователи, могут располагаться подводные базы неопознанных объектов. Особенно часто НЛО видят в самом глубоководном районе Атлантики, на юге знаменитого Бермудского треугольника и в Карибском бассейне. Не ведут себя хозяева НЛО, вовсе не как гости. В районе Бермудского треугольника, в районе Средней Атлантики, там даже были претензии капитанов, кораблей бразильских, аргентинских, что они мешают нашей навигации. Они прямо ныряют под носом в воду, они под водой маневрируют вокруг корабля, нам это видно, нас это раздражает. Два года подряд в 1977 и 1978 годах по инициативе государств Карибского бассейна на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН рассматривался вопрос об учреждении Международного агентства или департамента по изучению неопознанных летающих объектов. Выступавший на сессии премьер-министр Гренады Эрих Гейре жаловался НЛО вылетают из-под воды рядом с нашими кораблями, обплывают их под водой, мешают нормальной навигации. У исследователей есть своя статистика наблюдений водных НЛО. Первое место занимает Атлантика. В Атлантике наблюдается 44% случаев наблюдений и контактов, 16% в Тихом океане и 10% в Средиземном море. Вот лишь одно из таких наблюдений. Оно было сделано в июле 1980 года южнее Корсики с борта учебного корабля «Смольный». Я в это время руководил практическим занятием курсантов на верхней палубе и имел возможность не только наблюдать зрительно этот объект, но и заглянуть в пинокуляр с увеличением в 20 раз, 20-ти кратный. Объект наблюдался в течение примерно 20 минут. И я хорошо его успел рассмотреть в стереотрубу. Это, как я еще раз говорил, классическая тарелка из двумя ножки. Верхняя часть абсолютно гладкая, скажем, как парашют, а нижняя, она больше похожа на угол. Естественно, с большого расстояния трудно говорить о конкретных размерах, но цвет цвета огня. Желто-красные такие тона, без переливов, ровный свет. Это видело большое количество народу. Это кроме вахтенного офицера, сигнальщика, который обнаружил, приглашенный на верх командир, я его видел, значит, и порядка 50 курсантов. В Средиземном море одно из подозрительных мест находится в 20 милях к востоку от Гибралтара, другое недалеко от острова Мальорка. Странные звуки периодически доносятся с морского дна. Они напоминают гул мощных машин и удары строительной техники. Их слышат матросы, рыбаки, ныряльщики. По непонятным причинам рельеф морского дна в этом месте за последние десятилетия изменился до неузнаваемости. Начиная с 70-х годов, испанские военные летчики и моряки то и дело наблюдают в этом месте вылет из-под воды и уход под воду неопознанных летающих объектов. Подозревают, что на дне моря находится их база. По поводу подводных баз, а почему бы и нет, ничего отбрасывать нельзя. Легче всего встать в позицию скептика, из бугра критиковать все и вся, ничего не делая. Если вдуматься, морское дно самое безопасное на земле место для тех, кто не хочет лишний раз сталкиваться с людьми. По всей планете таких мест у нас насчиталось около сотни. Из них 26% составляют подводные места. То есть места расположения на шельфе, более глубоко, в подводных скалах и пещерах и так далее. Люди крайне редко погружаются на большие глубины и тем более значимо то, с чем они встречаются при таких точечных инъекциях. В начале 90-х годов во время обследования специальной аппаратуры дна Бермудского треугольника в самом его центре на глубине 600 метров были обнаружены две гигантские пирамиды по размерам превышающие египетские. Об этом в 91-м году на пресс-конференции сообщил руководитель экспедиции известный океанограф доктор Верлак Мейер. По мнению ученого пирамиды сооружены сравнительно недавно, около полувека назад, и сделаны по неизвестной технологии из материала похожего на очень толстое стекло. Внимание исследователей привлекают и другие районы мирового океана. Таким местам можно безусловно отнести район котловины Беллинсгаузена около огненной земли, около острова Святого Георгия. 1997 год. Котловину Беллинсгаузена обследуют австралийские военные моряки. На глубине 6 километров кинокамера батискафа кальмар запечатлела загадочное овальное образование, излучавшее сильный внутренний свет. Пленку изучили ученые Мельбурнского университета и Королевского института океанологии. Вывод был один. Это постройки или объекты искусственного происхождения. Так что же там, в глубинах океана? Может параллельно наземной цивилизации на нашей планете существует и некая подводная цивилизация, имеющая возможность посещать наш мир? Такой вариант вполне допускает ряд исследователей, в том числе и некоторые биологи. Сторонники этой гипотезы видят ее подтверждение в мифах и преданиях многих прибрежных народов. Не исключают, что в результате эволюции какие-то обитатели водной среды могли достигнуть весьма высокой стадии разумной жизни. А кто-то полагает, что под водой, как и на луне, находятся базы космических пришельцев. Есть и другие гипотезы, объясняющие разумность поведения НЛО. Все факты говорят о том, что эти неопознанные летающие объекты совершенно разной геометрией и формой имеют действительно разумный преднамеренный технологический характер. С годами вопросов становится все больше. Сообщения о подводных НЛО и таинственных объектах в морских глубинах продолжают поступать со всего мира. Они будоражат мысль и заставляют задуматься о безграничной сложности, окружающей нас действительности. Непознанные эти явления и необъяснимые с наших сегодня позиций знаний, так сказать, физических явлений мира имеют место и от них отмахиваться нельзя. Как это ни странно, но даже сегодня, спустя четверть века, после официального начала исследования подводных НЛО, мы не знаем, к какому выводу пришли военные ученые. Информация огласки не подлежит и официально не комментируется. И это несмотря на тысячи наблюдений. О чем это говорит? О том, что феномен так и остался непознанным? А может о том, что выводы, к которым пришли исследователи, столь ошеломляющие, что о них предпочитают молчать? Так что же стоит за таинственными объектами? Кто их хозяин? В 1987 году президент Соединенных Штатов Рональд Рейден на 42-й Ассамблее Организации Объединенных Наций выразил уверенность, что все противоречия между странами исчезли бы перед лицом угрозы со стороны пришельцев. И неожиданно добавил, а не находятся ли они уже среди нас? Ассамблее Рейден 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 Субтитры создавал DimaTorzok